Девушки отдыхают 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 дым, когда находишься рядом с курильщиком. Что делать, если рядом с тобой кто-то курит? Вдыхать дым, находясь рядом с курящим, очень вредно. Это называется пассивным или принудительным курением. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире из-за пассивного курения умирает более 800 тысяч человек. Это равно по численности большому городу, такому, как Тюмень или Саратов. Замечу, что 85% табачного дыма невидимо для невооруженного взгляда. Вы порой замечали, как чувствуете противный запах сигаретного дыма, хотя самого дыма не видно? Да. В сигаретный дым входит более 50 ядовитых веществ, которые вызывают образование раковых опухолей. Сигаретный дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает. Если в семье кто-то курит, то все члены семьи находятся в опасности. Они чаще болеют легочными, аллергическими и инфекционными заболеваниями. При этом опасные вещества сигаретного дыма оседают на посуде, мебели и не удаляются при проветривании помещения. У некурящего человека, принудительно вдыхающего дым, со временем могут появиться те же болезни, что и у курильщика. Если ваши близкие курят дома или в машине, обязательно попросите их больше этого не делать. Получается, если я пройду мимо курильщика на остановке, у меня может появиться рак? Если ты попадаешь в такие ситуации редко, то вряд ли. Но на всякий случай лучше держаться от курящих людей подальше. А если вам надо пройти через задымленное помещение, например, через прокуренный подъезд, то лучше задержать дыхание и быстро пробежать на свой этаж. Я так и делаю. А вот вопрос из Москвы от Игоря. Электронные сигареты тоже вредные? Электронные сигареты или вейпы такие же вредные, как и обычные сигареты. Известно, что вейпы и жидкость для них производят те же табачные компании, что производят и обычные сигареты. Они придумали вейпы с одной целью – втянуть в курение как можно больше детей и подростков. А чтобы снизить у них чувство опасности, они распространяют ложь о том, что электронные сигареты якобы менее вредные, чем обычные сигареты. Есть еще вопросы такого же типа – про кальян, про жевательный табак. На самом деле не так важна форма. Давайте разберемся, в чем суть. Табак содержит никотин, а это сильнейший наркотик. И табачные компании в погоне за наживой постоянно придумывали и будут придумывать новые способы его распространения. Это может быть что угодно – сигареты, кальяны, электронные устройства, жвачки, конфеты и даже зубочистки. Для них это не важно. Им надо, чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке, и всю свою жизнь платил им деньги за разрушение собственного здоровья. Чтобы табачные корпорации не продавали, в конечном итоге они продают зависимость. А Иван из Красноярска спрашивает, можно курить вейпы с безникотиновой жидкостью? В состав любой жидкости из вейпа, в том числе в состав безникотиновой жидкости, входят глицерин, пропиленгликоль и ароматизаторы. Когда эти вещества попадают на горячую металлическую спираль внутри электронной сигареты, то под воздействием высокой температуры они превращаются в яды. Выделяется формальдегид, высокотоксичный канцероген, вызывающий рак. Также выделяется мутаген акролеин, которым немцы убивали людей в Первую мировую войну. Поэтому использование вейпа даже с безникотиновой жидкостью вызывает рак и другие болезни. Бывает так, что те, кто предлагает закурить, просто не понимают, насколько курение вредно, что оно ведет к болезням и смерти. А бывает, что они не хотят делать что-то плохое в одиночку. Втягивая в этот процесс других, они как бы разделяют с ними ответственность за свои действия. Хотите ли вы стать тем, кого просто используют как некое прикрытие, говоря, не я один такой плохой? А что сказать такому человеку? Надо прямо отказаться. Мне это не нужно, я не хочу быть зависимым или не вижу в этом никакой пользы. А если трудно прямо отказать? Тогда просто под любым предлогом покиньте это место. Можно сделать вид, что на телефон пришло важное сообщение и тебе надо идти. Ага, точно. Так, вот Кира из Екатеринбурга спрашивает, а можно ли восстановить здоровье, если человек долго курил, а потом бросил? Каждая выкуренная сигарета наносит вред. И чем дольше человек курит, тем хуже у него со здоровьем. Если курильщик бросит курить, то его организм обязательно скажет ему спасибо, ведь его больше не отравляют четырьмя тысячами ядовитых веществ, содержащихся в каждой сигарете. После отказа от курения у людей улучшается самочувствие, частично выходят накопившиеся яды, уменьшается риск развития заболеваний, прибавляется энергия. К сожалению, отказ от курения не приводит к полному восстановлению здоровья, но это прекрасная возможность сохранить то здоровье, которое у курильщика еще осталось. Да, лучше не начинать. Следующее письмо от Даши из Калуги. Что делать, если родители курят? Как я могу им помочь? Во-первых, нужно, чтобы родители как можно больше узнали о вреде курения, чтобы у них появились новые сильные аргументы отказаться от этого яда. Посмотрите вместе наше путешествие тайно едкого дыма. Во-вторых, напишите письмо близким людям, которые курят. Напишите в нем, как сильно вы их любите. Затем напишите, что нового вы узнали о вреде курения. Поделитесь своими переживаниями за близких. И самое главное, напишите «Я верю, что вы сильнее, вы сильнее сигареты и легко справитесь с этой вредной привычкой». Положите письмо дома на видное место. И еще один совет. Бывает, что родители перед вашим днем рождения или перед Новым годом спрашивают вас, что тебе подарить. Так вот, когда вас в очередной раз об этом спросят, скажите «Самый главный подарок, о котором я мечтаю, это что ты бросишь курить. Я так хочу, чтобы ты был здоровым». Вот это настоящий подарок. На сегодня это все письма. Пожалуйста, присылайте нам вопросы на почту info-sobaka-paznavalov.ru. Будем ждать от вас новых писем. Или пишите вопросы ВКонтакте в группу «Команда Познавалова». «Команда Познавалова». Ждем! 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 «Команда Познавалова». Ждем!